Откуда я слышу все эти разговоры, газа, тюрьма, окрыта. Даральский солдат последний ставил газу 17 лет назад. 17 лет все проходы были открыты. Десятки тысяч тонн заходили каждый день в газу и выходили. Продукции газа. Мы им поставляли всё. Мы им поставляли электроэнергию, мы им поставляли газ, мы им поставляли топливо. Тысячи из них лечились в наших больницах. Женщин от бесплодия, от рака, детей было. Десятки тысяч работали у нас. Несмотря на всё, что было каждые два года, всё это рухнуло утром 7 числа. Почему? Всё расцветало, всё, пожалуйста. Всё открыто. Ничего на них не давило. То, что география определила, что газа, градические с Египтом, с Эдролием. Пожалуйста. Продукция, товары шли. И в Израиль продавались на наших рынках, и в Саудовскую Аравию, и в Иорданию. На весь мир. Пожалуйста, идите. Ничего не было. Второе. Вот документы Хамаса, которые вы сейчас видели. Все приказы, которые шли. Там не было написано, что это убивать израильских солдат. Там не было написано, сианистов. Там было написано убивать евреев. Вот сейчас нашли на теле одной девушки её телефон в кибуце. Расшифровали там. Один из солдат-хамасников, воспользовался он, позвонил своему папе. И разговор восстановили. Он кричит. Папа, я сейчас своими руками убил 10 евреев. Посмотри на мои руки, они в крови. Посмотри на эту девушку. Давай, включи вас. Я тебе покажу сейчас, сколько я убил. Папа ему говорит, будь благословен, мой сын. Он говорит, дай маму. Мама говорит, Аллах благословляет тебя, мой сын-герой. И что мы должны делать? Если бы вас в одно утро убили бы 20 тысяч человек, взяли бы в заложники 3000, из них 500 детей, от года до 15 лет. Я объясню, Яковлевич делает пропорцию к населению страны. Да, пропорцию, да. Что бы вы делали? Вы бы что, обращались к Гутеррешу? К общественному мнению? А у нас нет выхода. Мы уже договаривались с ними. Это последний раз, когда договорились. Ничего не предвещало. Мы армию убрали с границы газа. За это заплатили кровью. Там не осталось почти солдат. А нам ничего не остается. И тогда решили, все ошибки, которые мы делали с Хамасом, наша провинция, наша государь, все. Ну вот, теперь Хамас должен быть уничтожен. И мы предъявили свои условия. И сказали, блокада снимется только при одном условии, когда освободят заложников. Прекращение огня, пожалуйста. Первое условие освободить заложников, второе полная капитуляция Хамаса. И устранение Хамаса только политической военной силы. Тогда да. А если нет? Совсем тем, что вот вы со стороны смотрите газа, все. А для нас газа это Берлин. Мы войдем в газу, как разная армия вошла в Берлин, чтобы эту заразу искоренить навсегда. Чтобы не было этого. Чтобы эти нелюди перестали вообще существовать. Нелюди это Хамас. Никто никогда не говорил про арабов, что это нелюди. Никто не говорил про палестинцев, что это нелюди. Хамас да. Но кроме президента Израиля. Он не сказал, что они нелюди. Он сказал, что вся нация виновата. Он не сказал, что они нелюди. Но он сказал, что вся нация виновата. То же самое, как тут говорили, что немцы виноваты, вся Германия виновата. Тут не говорили, что вся немцы виноваты. Мало этого, Сталин поправил товарища Оренбурга, сказав, что Гитлера приходят и уходят, а немецкий народ остается. Сталин поправил Оренбурга, Оренбург сказал. И не только Оренбург сказал. Оренбург не был президентом Советского Союза. Я правильно, я говорю, я еще раз говорю, политики, не надо смешивать вещи. Так же, как Оренбург писал, убил ей немца. Но он не был президентом страны. Не играет роли сегодня. Играет принципиальную роль. То, что заявляет президентом страны, является официальной позицией президента. Это говорит о мере разумности и ответственности президента. Больше ни о чем. Но для нас, для всех израильтян, которые сейчас, после того, что было, Хамас это не люди. С этим я не спорю. Я говорю о другом. А я говорю о том, что есть. Официальное первое лицо государства Израиля. Мне плевать на это первое лицо. Я говорю, что народ сейчас говорит. Они не люди. И жить они не будут. Я это не оспариваю. Вот и все. Но это они, это террористы. Не надо переносить. Наш президент говорит то же самое. Найдем террористов в сортире, будем мочить в сортире. Но не народ. Не надо переносить то, что относится к Хамасу на других. Несмотря на то, что президент спорол глупость. Вот и все. Но, когда я смотрю на развитие этих событий, я уже говорил, я живу слишком долго, слишком хорошо помню. Я помню 50 лет назад. Войну судно в воде. До конца и последние дни. Последние дни. Да, американцы поддержали нас все. Когда мы стояли, я помню, приказы я помню, которые у меня были. Мы стояли, ждали, когда нам придут приказ смять третью армию. Кто ее спас? Американцы. Тогда Киссинджер разыграл ту же игру, которая будет разыграна, я думаю, и сейчас. Когда Израиль уже был готов уничтожить третью армию, тут он сказал, нет, я ее спасу. И стал договариваться с арабами и с Египтом, он говорит. Только я могу остановить израилья. И он остановил. И на этом, на нашей победе, которая была, да, часть американцев, ну, очень незначительно, намного меньше. Тогда все тоже кроссовались. Я помню американский самолет, который сел и выехал оттуда танк. У нас было достаточно и танков, и арей, и всего. В боях мы их не использовали. То есть сейчас американцы сделают то же самое. после того, как мы раздаем Хамас. Тогда они придут и скажут, только мы, вам, арабам, может принести удобный, приемлемый для вас разговор с Израилем и соглашение. И на этом они хотят вернуться к той позиции, которая у них была на Ближнем Востоке. Но это будет за наше. Якович, а давай сейчас используем ту же аналогию, которую использовал ты. А вот арабы палестинам говорят, за неделю погибло 5 тысяч человек в результате бомбежки. Это то же самое, что если бы в России от 2-х миллионов населения, да, умножаем на 75. 37 с половиной тысяч, если бы погибло. убитое количество детей. Ну, там, может, неправильно писал. Более двух тысяч. И они говорят, вы же не Хамаса убили, вы же убили мирных, вы убили детей. И отец, который останки своего ребенка несет в больницу, его боль не меньше, чем боль отца еврея, который своего несчастного, обезглавленного ребенка находит. Я понял, я слышал это. А у меня вопрос. А что нам делать? Что нам сейчас делать? Идти с ними на переговоры? Я разве об этом сказал? А что делать? Остановиться? Я разве это предложил? А что? А что нам делать? Ну, по крайней мере, сделать можно. Ну, по крайней мере, что? Мы должны делать, чтобы государство должно защищать своих людей. Да. Свою страну. Что нам делать сейчас? Но оно не должно уничтожать невиновных людей. Нет, что нам делать? Да открыть длина. Пожалуйста. Договориться с арабским миром. С кем договариваться? Арабским миром. Какой арабский мир? Пожалуйста. Обвиненный арабский мир. Он защитил наших детей 7-го числа. А он мог защитить детей? А? Он мог защитить детей? Он мог. Как могли защитить, например, Египет? Кто его поддерживал Хамаса? Кто его поддерживал? А кто его поддерживал? Кто его поддерживал? Катар. Так, раз. Еще кто? Турция. Так, и еще кто? Еще. Спецслужбы какой страны им занимались? Президент какой страны говорил, что ему нужен Хамас? Я еще раз говорю. Мы не создали Хамас. Мы его использовали против нас. Но это не играет сегодня роли. Как? Вместо того, чтобы уничтожать, его использовали. 7-го числа в полдень, что должен был делать Израиль? Уничтожить Хамас. Правильно, это мы и делаем. Но когда теракты пришли на нашу землю, мы не стали уничтожать Чечню и чеченский народ. Мы не стали сметать с лица земли мирных чеченцев. И поэтому сейчас чеченцы вместе с нами воюют бок о бок против украинского нацизма. Небольшая разница. Гигантская разница состоит в наших подходах. Небольшая разница. Мы убивали террористов и преследовали их главарей. Как это делало государство Израиль, когда во время Мюнхенской Олимпиады после этого уничтожали террористов по всему миру, уничтожили всех. Володя, во-первых, чеченцы это были граждане России, вывели войну на свои территории. Конечно. Во-вторых, Грозный не выглядел лучше, чем сейчас Газа. Грозный выглядел гораздо лучше, чем выглядит сейчас Газа. Ну, посмотри фотографии. Что в фотографии там было? Это не имеет значения для нас сегодня. Я еще раз спрашиваю, что мы должны были делать с 7 числа в полдень? Вы должны? В полдень? А что вы должны были делать с 7 утра? Нет, я спрашиваю. Не важно, не важно. Это не важно. Вы расследовали? Что должно делать государство после того, что произошло? Сначала государство должно провести анализ. Нет анализа, люди должны жить завтра. Правильно. Чтобы люди должны завтра, ты не должен сейчас взять неподготовленную армию, бросить ловушку. Правда? Армия подготовлена. Не надо повторять глупости, о которых ты не знаешь. Это не глупость, это то, что говорит ваш премьер-министр. Нет. И ваш министр обороны. Я не говорил, что армия не подготовлена. Министр обороны, начальник генерального штаба, бросают сейчас израильской армии в газу? Нет. Они готовят. Нет, армия готова. Но они не могут. Ну хорошо. Театр военных действий не готова для того, чтобы вести сухопутную операцию? Готов. Тогда чего вы ждете? Я же вас... Тогда чего вы ждете? Я же вам не ною, когда вы начнете наступление. Потому что это вопрос оперативный. Правильно. А что я и говорю? Значит, вы считаете, что оперативно вам нужна пауза, так? Нет, нам не нужна пауза. А что вам нужно? Вы же не входите пока. Вы ждете. Вы готовите. Когда операция начнется, тогда будет ясно, для чего она была нужна. Вот я... Не надо. Не надо. Не знаю, что происходит. На мой взгляд, надо открыть границу, вывести женщин и детей, нуждающихся в помощи. Мы им сказали, уберите из места боев. Место боев до нахалаза. Уберите оттуда людей. Кому их? Если вы сами же говорите, что Хамас их не выпускает, что он их взял в заложники. Ну так что нам остается делать? Поэтому убивать верно? Убивать детей и женщин? Бомбить? Нет, мы пойдем туда с танками, потому что мы Хамас в первую очередь должны уничтожить. Вы пойдете туда с танками. Володя, так же, как было в Берлине. Никто не считал, сколько немцев погибло, сколько женщин погибло, сколько детей. Никто не считал. Кто начал войну, тот и будет за нее платить. Хамас начал войну, и он будет за нее платить. Надо отметить, что советский солдат по-другому входил в Берлин. Советский солдат входил в Берлин так, как входят во вражескую столицу, и цели были военные. Мы входили и в Берлин, и в Прагу совсем по-другому. Володя, не надо мне рассказывать. Я знаю, война это война. Когда берут вражеский город, его берут так, как можно. И в данном случае у нас выхода нет. А русский солдат? Хамас должен для нас. Хамас не останется. Хамас не останется, это не вопрос. Уничтожайте Хамас. Но убитых женщин и детей... Никто специально женщин и детей не останется. А не специально-то есть какая-то разница? А? Ну, если это такой процент погибших мирных... Вот поэтому мир и говорит, не делайте это. Нет, а что нам делать? Вы знаете, я так скажу, А что нам делать? Ну, если вы хотите это доверить миру, мир примет решение. А? Если вы хотите доверить решению миру, мир примет решение. Нам плевать на этот мир. Мы никогда не умеющего не доверяли. Вы тогда определитесь. Наша безопасность не больше. Вы ее не смогли сами обеспечить. Мы всегда ее сами обеспечиваем. Не смогли. 7 числа. Вы не обеспечили вашу безопасность. Вот мы за нашу ошибку теперь ее исправим. Но вы исправляете эту ошибку, убивая мирных женщин и детей. Нет, мы не убиваем мирных женщин и детей. Или уничтожая Хамас. Мы уничтожаем Хамас. Если он прикрывается детьми, то это его проблема. Нет, это проблема этих несчастных детей. И каждая бомба, которая убивает этих несчастных детей, порождает очередных взрослых мужиков, которые пойдут и будут мстить. И вы будете уничтожать их. Их порождает. Они уже породились. Они уже. Вот этот выродок, который говорил по телефону. Абсолютно бесчеловечный. А чего он? Кто его породил? Хороший вопрос. А когда мы начнем копать, выяснится, что его младший брат погиб под бомбежкой. И выяснится, что его, там, не знаю, дед погиб под бомбежкой. И это череда ненависти, череда преступлений никогда не остановится. И поэтому он пишет, мама, посмотри, сколько евреев я убил. И это невозможно и не оправдывает. Но страшно другое. Что вот это насилие, порождающее насилие, приведет к тому, что Ближний Восток взорвется. Не надо оправдывать этих чудовищ. Не надо оправдывать немцев, нацистов тем, что их породило. Никто не оправдывает. То же самое. Но никто не говорит, что все немцы нацисты. А я им тоже не говорю всерьез. Поэтому я говорю, Хамас, да. Но если Хамас прикрывается своими детьми, то это его проблема. Танки пойдут. Все равно они пойдут. А вот для нас это проблема. И бомбить мы будем. А вот для нас это проблема этих детей. Кем бы они ни прикрывались, мы их будем бомбить. Это проблема этих детей. Война не остановится от того, что Хамас своими детьми хочет нас остановить. Мы не остановимся. Понятно. Вот именно поэтому вы и проигрываете мировую информационную войну. Нам плевать на мировую войну. А если вам плевать, не удивляйтесь, когда будут последствия. Все эти демонстрации мы знаем. Они были в 67-м году. Они были в 48-м году. Они были в 73-м году. Ну и что? Только исламский мир был другой. И весь исламский мир, и весь арабский мир. Мир был другим. Сейчас он сильно изменился. Чем он изменился? Очень многим. Намного меньше. Он изменился в другую сторону. А насчет американских евреев я хочу сказать. Не надо обольщаться. Всегда была эта кучка. Не кучка, а 70% я хочу. Чего? Не кучка, а 70% живущих в Америке евреев. Чего 70%? 70% американских евреев. Вот в чем проблема. Я еще раз не понял, что сказал? 70% живущих в Америке евреев. 70% живущих в Америке евреев осуждают Израиль? Да. Кто эту глупость сказал? Сказали американские, надо сказать, понятно. Это американские, фактически, данные. Пьюри, Сочи. Всегда американские евреи всегда были и поддерживают большинство ядра. Среди левых, ультралевых, там может быть 70% евреев. Ну так 70% евреев, американцы, голосовали за Обаму. Именно в тот момент, когда он конфликтовал в мире. Это разные вещи. Нет, не разные. Это разные. Не надо путать. За Обаму 70% евреев всегда голосовали за демократическую партию. В момент жесткого конфликта именно с израильским руководством. Евреи голосовали всегда в Соединенных Штатах за демократическую партию. А это небольшая кучка, которая не играет никакой роли. Которые всегда были против Израиля. До этого, и год назад, и 20 лет назад. Никто на них не обращает внимания. Ни в Америке, ни в Америке. Биби Нетаньяху обратил внимание на этот факт. Он критиковал этих евреев. И говорил им, одумайтесь в 2012 году. Понимаете, личный конфликт Биби Нетаньяху с Бараком Кусеничем Обамой начался не просто так. Его личные конфликты не характеризуют. Я знаю американское евреев. Я с ним работал. Я их всех знаю. Но когда это было, сейчас это совсем другие. Они не изменились. Ну как? Еще как изменились. Та группа, которая выступает против сегодня, она всегда выступала против Израиля. Все они. Поименно их знают. Но Амховский всегда выступал. Видимо, кто-то, видимо, кто-то не увидел. Я же сейчас безотносительно. Причем уважение. Есть еще и время. Очень кратко. Одна фраза. Я, так сказать, все понятно. Но я думаю, что все-таки есть один вопрос, на который следовало бы отвечать народу Израиля. Вот вы здесь восклицали, что нам делать. А как так получилось, что Израиль оказался вот в этой ситуации? Ну что было сделано не так? И может быть давно, а может быть оно и продолжалось. И мы будем это длить. Я могу это объяснить. Ну нет, то, что ты это можешь, я не сомневаюсь. Но я не думаю, что кто-то еще, кроме тебя, вообще про это думает в Израиле. У меня есть такая гипотеза. Я могу сказать точно. В этой ситуации есть доля наших ошибок. Но не они определили эту ситуацию. То, что сегодня нет палестинского государства, прежде всего это сами арабы. Это другой вопрос. Нет, другой вопрос. Это было до 88-го года. Пока Хусейн не отказался от права. Это другой вопрос. Сложные, долгие, никак не помогающие сейчас разрешить острый конфликт, который может закончиться мировой войной. Никакой мировой войны не будет. Какая мировая война? Какая мировая война? 30 тысяч бандитов в газе, это мировая война? Мы сняли в 1914 году после убийства эрцгерцога Цердинамо. Сейчас этих накажут. В 14-м году были другие причины для войны. Сегодня нету. Я бы совсем не касался этой темы, но поскольку я очень упомянул, как советская армия и русская армия брала. Берлин, я хочу напомнить, ну советская, русская, это синонимы. Я сказал красная. Красная. Для меня это все синонимы. Я не об этом. Я просто хочу сказать. Абсолютно некорректные сравнения. Потому что 27 миллионов советских граждан погибли. Из них большинство мирное население, а меньшинство военное. А в Германии фашистской после окончания войны погибло, я не помню сколько, там 12 или 15 миллионов человек. Из них большинство военное. То есть мы-то не убивали мирных. Тем более не делали это целенаправленно. Поэтому абсолютно некорректные в данном случае сравнения действий советской красной русской армии в Великой Отечественной войне и то, что происходит сейчас. Но я хочу вернуться к нашей общей теме и отреагировать на пару произведенных этих фраз. Вот Дмитрий Евгеньевич, стоя по соседству, он всегда спорит, потому что просто по соседству. Да, Соединенные Штаты Америки хотели сохранить этот мир, который... Но сейчас я лично исхожу из того, что Байден сказал. Мы поняли, что сохранить его не удастся. Поэтому нужен новый мировой порядок, естественно, под нашим руководством. Но конструкция будет несколько иная. Тут все-таки есть различия. Хотя, конечно, и в том и другом случае речь идет о сохранении власти. Второе. Вот все-таки, Дмитрий Олегович, это вот то, что вы нам сейчас говорили. Вы слишком много читаете американскую прессу. У меня работа такая, Виталий Олегович. Женал коммунист. Нет, это же со мной, что хоть в 88-89-90-м годах в Советском Союзе аналитик читает выступление Легачева, выступление Яковлева Александра Николаевича и потом выступление Горбачева. Говорит, вот там сложная игра идет. Легачев против Яковлева. А Михаил Сергеевич, нужно уже к тому времени было слушать выступления лидеров Польши, Валенцы, Венгрии. Уже их не было. Вот всех остальных. Так что не важно, что в вашем болоте, этом самом интеллектуально-вашингтонском. В моем? Ну, как в вашем, который вы изучаете. Вы же специалист по этим куликам, которые на своих болотах валят. Не важно уже, что там происходит. Как от него? Я пытался доказать. Егор Гайдар в 90-м году был еще заместителем главного редактора журнала «Коммунист». А уже задумал развал советской экономики. Я знаю заместителя главного редактора американского «Коммуниста». А вы все читали. При всем уважении, время как фактор существует. Минутку, декан факультета журналистики знает про время? Декан факультета журналистики. Другой, да. Другой человек. И более того, она женщина. И последнее. Надо бороться за Европу. Нужно сейчас провести опрос через ВЦИОМ. Какие страны европейские после того, как мы победим, мы возьмем на свое удовольствие дешевым газом и алмазами? А кому нет? Вы кого лоббируете? Виталий Тойкович. Так, на этом все. Увидимся завтра. Новый вечер смотрите в среду в 18.30 по Москве на сайте tapasnew24.com Продолжение следует...